Жители поселка Витязева первыми оценили работу передвижного цифрового флюорографа. Кроме того, что он мобилен, так еще оснащен самым современным рентгеновским оборудованием. Оборудование хорошее, пропускная способность хорошая, качество снимков хорошее. Оценивать и диагностировать праздную патологию очень хорошо. То есть мы сразу делаем снимки, снимки на экране, можно посмотреть, оценить, если нужно, надо обследование направить, качество хорошее, туда туда тоже удается. Только за одно утро обследование прошли более 80 жителей Витязева. Теперь сельчанам, чтобы сделать флюорографию, больше не придется ездить в городскую поликлинику. Ее сделают по месту жительства. Очень нужное дело, очень нужное, потому что очень трудно попасть в городе, в Анапе, на флюорографию. Во-первых, приедешь еще, не каждый раз и попадешь. Во-вторых, надо приезжать второй раз за этим, за ответом. А мне уже 86. Трудная дорога, понимаете? А здесь это очень удобно. И многие пройдут флюорографию, потому что очень многие флюорографию не проходят. Оценить работу нового оборудования приехала первый заместитель главы города. По словам Людмилы Мурашовой, работа по модернизации будет продолжена. А сегодня необходимо основное внимание обратить на организационные вопросы. Вот первый раз вывезли эту машину, и теперь наблюдаем и смотрим, как она у нас работает. Это первое. Второе, сейчас будем думать, если будут вопросы, что сделать для того, чтобы она работала лучше. Флюорограф приобретен по желанию жителей нашего города, особенно сельских территорий, которым действительно тяжело доезжать до города. Ну, тяжело в том плане транспортные развязки, время нужно найти, в очереди постоять. А здесь все-таки мы медицину приближаем к жителю сельского округа, в первую очередь, станицы, села, поселка. Я думаю, что это хорошо, я думаю, что мы найдем общие пути решения этих задач и вопросов. Кроме этого, каждый участник Дня здоровья имел возможность пройти диагностическое комплексное обследование, измерить атропометрические данные, рассчитать индекс массы тела, измерить артериальное давление, провести эксперт-анализ общего холестерина и глюкозы крови и многое другое. Основные проблемы сейчас у взрослого населения – это впервые выявлено глаукома, повышение внутриглазного давления. Это, я считаю, наверное, одна из самых первых причин слепоты уже в мире идет. На втором месте, думаю, стоит уже катаракта, но они как бы на одном уровне, но глаукома, я думаю, уже лидирует по заболеваемости. Сельчане получили консультации узких специалистов – эндокринолога, невролога, терапевта, кардиолога, офтальмолога, уролога, педиатра, лор-врача. Всего было осмотрено более 200 человек, проведено почти 1000 консультаций.